Здравствуйте, дорогие друзья! Проваливаемся в новости, и с вами Любовь Орлова. В Питере полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Как испортить себе отпуск всего за один вечер? Как это возможно? А вот так. Капитан Кондратьев, работающий дежурным изолятором временного содержания в Новосибирске, катался по парку на арендованном самокате и попытался срезать дорогу через фонтан, но не заметил там восьмилетнего мальчика и влетел прямо в него. Ребенок получил открытый и при этом двойной перелом челюсти, а также лишился зуба. На крик тут же прибежал и отец мальчика, однако на разборки с полицейским у него времени не было, хотя тот предложил решить все миром. Даже хотел дать денег. Мальчика увезли на скорой в больницу, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Скоро мальчику предстоит операция и долгое восстановление, а вот Кондратьеву в отпуске явно придется задержаться. Сейчас его биоматериалы взяты на экспертизу на состояние опьянения, а навыками управления электросамокатом занимаются его петербургские коллеги. С автомобилей перешли уже на самокаты. Надеюсь, в этот раз не окажется, что все-таки ребенок был пьян и специально бросился к нему под колеса. Погода продолжает бушевать. Владикавказ затопила из-за ливней с градом. В городе вели режим ЧС. Дороги превратились в реки. Потоками воды сносят машины и даже смыло мост. Поселок Южный оказался заблокирован. Дорогу из него размыло и выехать оттуда невозможно. А недавно стихия на Квилле и Дагестан. Друзья, отвлекитесь на секундочку и поставьте лайк, пожалуйста. Ведь каждый ваш лайк греет мое сердечко. И я понимаю, что тружусь с пользой. Продолжаем. У берегов города Балаклава вода вдруг стала кислотно-зеленая. Что стало с водой до конца непонятно. Власти сначала думали, что дело в проблемах на водоканале. Но, конечно же, оказалось, что там все штатно. Так что главная версия на данный момент – хулиганство или провокация. А что вы думаете по этому поводу? Алкоголь – это вредно. А как мы еще и знаем, бывает и смертельно опасно. По последним данным, в результате употребления суррогатного сидра отравилось 106 человек, в том числе 5 детей. А погибли 36. В связи с последними событиями, Национальная ассоциация производителей традиционного сидра вместе с производителями продукции выступили с предложением установить минимальную розничную цену на этот напиток не меньше 100 рублей. Они считают, что повышение цены приведет к тому, что производителям станет невыгодно продавать контрафактную дешевую продукцию. Дорогие друзья, каждый из вас очень важен для нас. Мы очень рады, что вы выбираете правильные новости. Мы трудимся для того, чтобы вы видели, что реально происходит. Благодарим тех, кто вносит вклад в развитие независимой журналистики. Каждый из вас может стать частью этого процесса и помочь нам донатами или подпиской на Бусти. Ведь только вместе мы сила и сможем все. Любой суммой вы можете помочь через Donation Alerts, а также подпиской на Бусти, где программы выходят раньше, вечером предыдущего дня. Все ссылки в описании. Кринж, кровь и любовь. Весна закончилась, но весеннее обострение продолжается. Посреди бела дня педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в столичном парке. После преступления педофил скрылся. Об изнасиловании стало известно, когда школьнице стало плохо и ее госпитализировали в одну из столичных больниц. В данный момент она проходит курс лечения. Полицейские быстро нашли 50-летнего преступника и задержали. Оказалось, что у него же имеется 6 судимостей за аналогичные преступления. Вот для таких в России могут вести кастрацию. Фракция ЛДПР предлагает вести в России химическую кастрацию для педофилов. Законопроект уже подготовлен. В ЛДПР отметили, что необходимость такого закона давно назрела с 2010 по 2021 год. Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло на 44%. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Когда очень хочешь помочь родине, но тебя не дают. Мужчина из Кирова очень хотел попасть в самую популярную частную военную компанию. Но отбор он не прошел и обиделся на них. После чего разгромил могилы сразу трех бойцов. Вандал не только повредил кресты, но еще и постарался испортить эмблемы ЧВК. Неудавшийся Робин Гуд в Казахстане. Неизвестный мужчина зашел в отделение Каспи-банк и закрылся изнутри с посетителями. Он пообещал убить первого человека, если в течение трех часов все активы организации не будут переведены детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Захватчика задержали, заложники были освобождены. После разрушения Каховской гидроэлектростанции на пляж в Ялте вынесло тело утонувшей свиньи. Но взрослых и детей совершенно не волнует, что они могут заразиться кишечной палочкой, салмонеллой или холерой и продолжают купаться рядом с трупом. Ё-моё! Что же происходит с подростками благодаря нервам из-за экзаменов? Школьников год за годом пугают ЕГЭ и ОГЭ, а не то и дело, что готовятся к ним. Они разносторонне развивают свои знания. Вот и в этот раз история обернулась печально. В Подмосковье парень очень боялся реакции родителей на плохой результат на экзамене, поэтому на нервной почве принял решение покончить с собой, выброшившись из окна. Кроме того, еще один подобный случай произошел в Брянской области. Там 17-летний выпускник одной из сельских школ, узнав о том, что он не набрал необходимое количество баллов и не сдал экзамен, пошел топиться на озеро. Лишь ближе к вечеру, когда Диму и хватили с родителей, его тело нашли неподалеку от озера. Сезон шашлычников продолжается. В прошлый раз я вам рассказывала, как люди подрались из-за мангала, в этот раз в бой пошли шампуры. В Питере словесный конфликт перерос в драку, и мужчина с шампуром ранил проходящего. В итоге потерпевшего госпитализировали с проколотой ягодицей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он порезал, порезал его, быстрее Да вызывайте пасарок быстрее Да помогите вы ему, чё вы Помогите молодые, чё встали Да помогите, вы чё Эй, вы чё, народ Как говорится, не бывает свадьбы без драки Это, наверное, побило все рекорды На свадьбе в Минеральных водах десятки гостей подрались из-за пролитого бокала шампанского А одному из участников побоища даже откусили ухо В итоге в полицейский участок увезли 29 человек Мама, ёбала, женщина бедная Ёбать, быстрее, Лена А где Лена, её нету Лена, быстрее Ёбать, всё, блять Ебать, это ещё шелкуня, что было Там ухо давно оторвали, по-моему О, ребёнка, ребёнка захватили Ой-ёй-ёй, это ребёнок? Думаю, многие из вас любят пить молоко А что было бы, если бы вы узнали, что там плавала крыса? Или таракан? Ну, а может, бывший участковый? Под Ростовом предприниматель и бывший участковый Искупались в чане с чистым молочком в производственном цехе Что добру-то пропадать Вполне возможно, что это молоко потом было расфасовано и разложено по прилавкам Снимай трусы Не становись на пол Тихо, там весёлая Клубки! 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 Вот желательно! Клубки! Они очень удивились, когда видео попало в сеть Его же снимали для личной забавы и использования И, конечно, после этого им пришлось извиняться Ну, это было вообще около двух месяцев назад Дмитрий арендовал это здание Мы приехали проверить данную площадку Где там залили в бак мы воды Около полутора тонн Я не могу точно сказать Больше чем Ну, и кинули туда... Три мешка мы кинули, да? Три мешка кинули сухого молока Там есть лопатка, чтобы размешало Хотели посмотреть действия данного... Морозит, не морозит, работоспособного оборудования нет Помешали это всё сухое молоко Оно было непригодно, ничего Оно просроченное было А это у нас подсобного хозяйства дома было А куда дели потом это молоко? Снили в огнемную яму На следующий день это мы не сразу... Не сразу, на следующий день Канализацию всё это слили Молоко мы нигде не закупали Нигде не производили То есть, вы же сами понимаете Полторы-две тонны, где мы возьмём этого молока? Это нереально Ну, кто выкинул в соцсети Мы этого даже не знаем Свою вину признаём, да? Сделали опрометчивые шаги Аморально, да? Ну, и тоже аморально Опять, это было видео для личного пользования На выставку с краткой историей российских выборов Потратят почти 15 миллионов рублей С федерального бюджета В описании проекта на портале фонда Говорится, что за 30-летнюю историю ЦИК Она способствовала формированию Демократической процедуры выборов Вы верите в это? В Екатеринбурге прошёл народный сход Который организовали члены КПРФ Там как раз-таки обсуждалась легитимность выборов Они выступают против дистанционного электронного голосования За прозрачные и честные выборы Спецвыпуск уже на канале Переходите и обязательно смотрите Ссылка в описании Не так давно Миньюз начал глубокую проверку Ельцин-центра на признание самого здания иноагентом И в это время вдруг приехать и посетить Ельцин-центр Решил экс-министр культуры и помощник президента России Владимир Мединский Именно сейчас Кстати, не так давно Мединский назвал журфак МГУ Забитым тварями из либеральных преподавателей То есть министр культуры, людей и нас, журналистов, называет тварями? Как может человек, который должен привносить культурную ценность, говорить такое? Это равносильно тому, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, который выдвинул закон о запрете пропаганды ЛГБТ, сам бы был геем Только такого не должно быть Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях А еще после таких новостей всем точно нужна колыбельная Особенно Ослику А завтра у нас выйдет программа на Ермак Эзотерика Про солнцестояние и День Купала Там будет очень интересно и познавательно Обязательно подпишитесь на Ермак Эзотерику, чтобы не пропустить новый выпуск Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на наш телеграм-канал И помогайте донатами И с вами была Любовь Орлова Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok